Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать на нашей традиционной выставке-ярмарке растений и цветов, которая проходит на Площади Победы два раза в год. Вот сейчас это осенняя ярмарка, которая, ну, также, слава богу, состоялась. Я хочу рассказать сегодня о вот этом прекрасном растении, это гортензия. Второе название у этого растения гидрангия, то есть это означает, что растение любит попить. Соответственно, когда вы покупаете это растение, вы должны его очень активно поливать. Оно любит посадку в специальный кислый грунт. Грунт должен быть хорошо воздухопроницаемым, соответственно, туда можно добавить либо перлит, либо песочек, либо вермикулит. Это, ну, специальные добавки в грунт. Растение это любит ежедневное опрыскивание по листьям. Чтобы оно у вас хорошо росло и цвело, не забывайте об опрыскивании. И у него, у этого растения есть необычная особенность. Если вы создадите ему кислый грунт и иногда будете поливать его подкисленной водичкой, то цветки станут голубыми. То есть природно они могут быть розовыми или белыми, а при поливе кисленькой водичкой они будут голубыми. Вот это замечательное растение называется антуриум. В народе его еще называют нередко мужским счастьем. Если честно, совершенно не знаю почему, но вот почему-то прикрепилось к нему такое название. У антуриума есть хорошая особенность. Его цветок от момента полного раскрытия до полного увядания может цвести до 9 месяцев. Это растение очень долго-долго цветущее. Когда вы покупаете антуриум, вы, как правило, его покупаете в 12-ти или в 14-ти сантиметровом горшке. То есть вы должны его пересадить в горшочек чуть-чуть-чуть совсем пошире, чем предыдущий. Никогда не сажайте антуриум сразу в большой горшок. Вот это для него пагубно. Почва для антуриума должна быть такая вот волокнистая, торфяная. И это хороший, в общем-то, результат обеспечит. Тогда у вас растение будет хорошо себя чувствовать и цвести так долго, как я вам это сказала. Очень важно, если вы содержите дома растения, все-таки обратиться к помощи специалиста. Иногда люди обращаются к помощи гугла, но, как правило, информация бывает разноречива, и не всегда мы находим там то, что нужно. Вот, допустим, к нам можно всегда обратиться. Мы вам подскажем, научим, поможем. Вот на всей ярмарке, на протяжении полностью всех шатров, каждый человек, который здесь продает растения, может оказать вам помощь, советам. Не обязательно что-либо покупать. То есть мы можем вам рассказать, показать, научить, как выращивать, как любить растения, чтобы они у вас хорошо себя вели и прекрасно чувствовали. Удачи всем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова